Движение это жизнь, товарищи. Вот такое движение в Катманду. Вот эти провода азиатские, очень красивые. Вот я к какому-то индийскому храму пришел. Ну, еще как-то вот так. Я из всей вот этой вот дичи, которая на улицах творится, где тебе чуть ли не по ногам ездят какие-то велорикши, какие-то мотороллеры и еще что-то, вот зашел в такой Garden of Dreams под названием. Такой милый садочек. Такое легкое спокойствие здесь образуется. Вот какие-то такие вот штуки. Вот такая вот вещь. Интересно. Какие-то такие беседочки. Там вон на качелях качаются. Здесь прудик. То есть можно даже как-то спокойно провести время. Какие-то растения красивые цветут. Мило. Я думаю, что часок посижу. Вот он дворец Хануман. Центральная его площадь. Сейчас всю красоту покажу. Вот у них тут торжества. Когда проходит, показано, как они выглядят в масочках. Красивые. Вот. И вот такое строение. В общем, вот это строение 15 века. Такой вот был дворец. До объединения земель. Потому что в Непале было много земель. И в Катманду было несколько разных поселений. Вот, так скажем, государств. Потом это все объединили в одно. И вот... Тот король... Не знаю, плохо видно свет. А, вот все. Тот король построил вот такой вот дворец. Четыре вот таких штуки. И они, собственно, означают объединение. Вот здесь, на вот этой вот платформе проходили различные мероприятия. Тут короля там ставили здесь. Люди везде собирались. То есть, это как центральная площадь была. К сожалению, вот многое в лесах. В 15-м году было землетрясение, которое все разрушило. Кстати, входит этот комплекс в список ЮНЕСКО. Здесь, не знаю, будет видно, не будет. Меня видно. Привет. Это там настоящий трон. Он со стеклом, к сожалению, отражается. Не видно солнечный день. Здесь интересно посмотреть на резьбу, которая была сделана. Это 17-й век. То есть, посмотрите, какая красотища. Вот, очень кропотливая работа. Мелкие детали. Очень интересно. Там уже и Камасутра пошла. В общем, там все. Развлекались как могли. Там со слонами, человеческие фигуры, веселятся. Вот, такое вот дерево. Очень мелкие, красивые орнаменты. Очень красиво. И сейчас зайдем еще внутрь. Здесь тоже все в дереве. Все дело обрамляет. Вон там змея по всему периметру. Такая вот красивая резьба. И... Ой, там съемка идет. Мешаю людям. Ну, просто посмотрите, как это красиво. И сейчас там еще проход есть куда-то. А, ну здесь ничего такого. Место молитв. Вон опять змея. Статуя змеи. Идет вон как будто бы ее тело. И сверху голова. Туда входить, к сожалению, нельзя. Поэтому как-то так. Такой вот комплекс. А вот и вся непристойность, извиняюсь, Непала. Камасутра. Во всех видах. Чего только там не увидишь. Мы уже посмотрели. Увидели. И дети. И животные. И... Чего только нету. Вон там. Какие только вариации не используются. А все это, в принципе, выглядит вот так красиво. Такой вот храмовый комплекс. Так что вон там везде все Камасутра и расписано. Ой, что, вижу. Вообще страшно подумать просто. Что там и лошади, и все подряд. А сейчас мы с вами зайдем в дом Кумари. Кумари это живая царица, девочка. Которая выбирается специальной комиссией. Ей там 4-5 лет. Переводится как, извиняюсь, девственница. Это вот ее дом. Такая вот резьба. Ее сюда из семьи забирают. И... Сейчас там расскажу. Отойду. А вот, кстати, собственно, мандала. Да, мандала. Мандала это круг, кстати. Там бывает и мантры написаны, еще что-то. В общем, такое вот здание. Сюда ее из семьи забирают. Здесь ее воспитывают. Такая вот красивая везде резьба. Непальская. И здесь она, собственно, живет. Сейчас она должна показаться, поэтому мы ждем. К сожалению, снимать это нельзя. Маленькая девочка. Козел, а, козел, около храма 15 века, Талезу. Раз в год открывается. Не знаю, там видно, не видно. На видео солнце слепит. Такая вот красота. И козел. И женщина поет молитву, читает. А раньше рядом, вот как раз с этим дворцом, был центр города. Вот отели остались. Это была центральная улица. Называлась она Фрики-стрит. Сюда приезжали различные хиппи в 70-х годах. Здесь там все курили. Веселились, развлекались. Даже сохранилось. Кто-то написал на ресторане. Вон там видно Фрик-стрит. Посмотрите, какая красота открывается. Ступа Швембунет. Видите, сразу несколько видов архитектуры. И пагода стоит, и ступа. И все вот это вот. И маленькая, и вон та индийская вариация. Макаки бегают. Всякие разные. И вон еще покажу. Здесь чуть-чуть помоложе. Статуя Будды. Вот 7 века. Вот такая. Высеченная из цельного камня. Отпустил грехи. Эти спят даже в 12 часов дня. А не, он там что-то глазом шевелит. Что, жрешь, сидишь? Жрешь. Что-то кушает. Прямо обезьянник вокруг. Обезьяна там, обезьяна здесь. Воду пьет. А вон еще обезьяны сейчас. Серьезный сидит, глянь. А вот самая большая ступа, построенная в шестом веке. Бондонат называется. Под ней лежит прах Будды. Вон целая куча людей. Голубей. Приходят сюда, к этой святыне. Один раз. Один раз. Раз, два, три раза. Храмовый комплекс третьего века. Называется Пашупатинадх. Такая вот огромная вещь. Там трупы. Там дальше крематорий. Их сжигают по реке. Пускают. Здесь порядка 500 храмов. В округе там есть дом престарелых. Приезжают люди. Доживают свои последние дни. Кто понимает, что уже все. В общем, такое интересное место. Наполненное религией. Там родственники. Там, наверное, видно в желтых мешках трупы готовятся к сжиганию. Там горит, собственно говоря, уже огонь. И потом это все пустят по реке. И вон там таких еще целая куча. Такой вот крематорий. Слушайте, ну мне кажется, что очень живописно такие вот штучки. Внутри обязательно фаллы состоят. Вот. А здесь... Так мило. Мне кажется, очень... Это все дозвонят колокола. Очень душевно. Там плохо видно. Идет процедура прощания. С родственниками. Вот сюда вот скоро. Вот уже там все догорает. Ну и вот работник работает в этой же реке, куда все это испускается. Вонища. Обезьяна убежала. Улетела простыня. И подушка. Как лягушка. Ускакала от меня. Вон, несет. Мамаша, дитя. Прилегла. Дай-ка сниму. Дитя. Убежала. Та-рам. Катманду. Город в движении. На это можно смотреть бесконечно. Знаете, Покхара и Катманду это абсолютно две разные вещи. В Покхаре вообще классно. Тут спокойствие такое. Чистенько везде. Ну, надо сказать, что для Азии и в Катманду чисто. Но Покхара вообще прекрасно. Здесь все гуляют. Ходят в рестораны. Рестораны хорошие. Вообще, надо сказать, что Непал весьма чистая страна. По крайней мере, по сравнению с соседней Индией. Наверное, я скажу пару слов о Непале. Непал, знаете ли, мне нравится. В отличие от Индии, где невозможно находиться из-за того, что там очень грязно. А в Непале классно. Чистенько в целом и общем. Люди хорошие. Цены, правда, в кафе и ресторанах, я считаю, что завышенные. Потому что вполне московские. Здесь, понятное дело, что все значительно дешевле. Цены на жилье очень дешевые. На гостинице. Можно выбрать... Ну, я живу в простеньком отеле. Но можно выбрать за весьма приемлемую цену. Прям очень хороший отель. Цены на экскурсии... Ну, я бы сказал, тоже, наверное, дороговат. Но, опять же, я один. У меня получается все индивидуально. Если брать на 5-10 человек, то это получается очень недорого. Ну, и, конечно же, в Покхару, в первую очередь, приезжаю для того, чтобы пройтись по горам. Сделать трекинг к вершинам восьмитысячным. Там есть трекинги, начиная там от нескольких дней. Даже однодневные, вот как я вчера ходил. Ну, это так, прогулка, скорее, по горам. И оканчивая двухнедельной программой. Даже трехнедельной программой есть. Вот. И... Также, что здесь еще смотрят? Ну, это, конечно же, религиозный центр. Такой своеобразный. Непал. Всего буддизма. И здесь очень много храмов. И они все весьма интересные. С историей. Включенные в список ЮНЕСКО. То есть, много чего можно посмотреть. И ожидания... Ну, я думал, что в Непал я поеду, и тут будет значительно грязнее. А тут оказалось, что все чище, интереснее. Люди, как говорил, весьма приветливы. Вот. И вообще мне все нравится. Из экскурсий что еще? Ну, всякие есть. Собака была. Вот. Всякие есть. Природные истории. То есть, национальные парки, в которые тоже можно приходить, ездить, гулять. Смотреть животных. Растительность. И так далее. В общем, есть чем заняться. И мне кажется, что я здесь 10 дней буду. Мне кажется, что мне не хватит. На то, чтобы много чего смотреть. И много чем насладиться. Еду смотреть горы. И сегодня, как назло, вообще не солнечно. Ни разу. И вот, надеюсь, солнце выйдет позже. Вот, как царь шамаханский еду. Один. В автобусе. Индивидуально. Как красиво лезу наверх. Вокруг леса. Фу, куда-то лезу. Боже. Тропа для пенсионеров оказалась очень простой. Сейчас сдохну. Просто это ужас какой-то. Столько лезть в гору. Кошмар. Кошмар. Я надеюсь, что там будет невероятная красота. Что я не просто так сюда лезу. А вообще, хочу сказать, что очень красиво иду. Вот, Магит Раджеш. И красота. Вот такая вот красота внизу. А я пришел смотреть на пики. И вот они где-то вот там. Неудача. Ну, что поделать. Местные автобусы не торопятся. Скорость взрывной назвать очень сложно. Причем мы по трассе сейчас едем. Сейчас и я там поеду. Вот их прицепили. Зиплайн. Очень интересно сделано. Сейчас покажу. Вот такая вот железяка. Она сейчас откроется. И они улетят вниз. Интересный момент. Самый будет, как их отпустят. Вот. Так. Почти готовы. Но я пока вид покажу. Вот такой вот вид. Что, а, во, готовы. Опа, железяка открылась. И поехали. Слушайте, ну мне, по ходу, немножечко удача поворачивается ко мне лицом. Потому что стала видна Дхоулагири гора. Вот там вон, видите, наверное. Вот. Это седьмой восьмитысячник по высоте в мире. Белая гора. Переводится с санскрита. То есть там прям... В принципе, мне вот на улице, вот ее прекрасно видно. На видео не знаю, насколько хорошо. Вот. И вот пока говорил, тут Анапурна скрылась. Вот она тут была. Вот. Анапурна. Там даже ее все-таки чуть-чуть видно. Вот. Анапурна. Это десятый по высоте восьмитысячник. Самая опасная гора. Для альпинистов 22% смертности. Вот. То есть два восьмитысячника из трех. В принципе, сейчас чуть-чуть видны. К сожалению, на видео это не так видно. Здесь еще должен быть третий, но его не видно. Я сейчас приехал в город Хактапур. Находимся мы на Тхоматхи-сквер. Это одна из самых важных площадей города. Посмотрите, какая шикарная архитектура. Кстати, пагоды вот эти вот появились в то время, когда очень-очень давно через Непал проходил путь из Китая в Индию. И, собственно говоря, вот это вот влияние, оно пришло. Такая вот красивая площадь. Такие вот различные здания. Очень красиво. И, кстати, когда-то Хактапур был столицей Непала. Класс. Класс. Я в восторге. Гуляет собачка на цепи. Только, видимо, просто с цепью. Но, тем не менее, город Хактапур. Вот такая вот... Такая вот... Что-то в центре, да, вот такое. Вокруг сплошные какие-то храмы, святые вещи. Вот и там даже какой-то... Что-то не пойму что-то. Давайте посмотрим. А здесь... А, это, видимо, раньше был такой водопровод, так скажем. Потому что такие же есть и в Катманду. Еще пришел на одну площадь. Называется Дататрая. Город Хактапур. Все тот же самый. Это старейшая площадь города. Посмотрите, опять... Да, посмотрите. Я, конечно, хорошо говорю, но... Тут... Оп! Вроде наладилось. Чуть-чуть и отладилось. В общем, опять тут деревянное вот это вот зодчество. И... Тоже все очень симпатично, красиво. Вообще чистенький городок. Кстати, весь город, все достопримечательности города внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Страшно вам? Страшно? Да. А мы гуляем по городу. Так вот все симпатично. То есть тут идешь... Там храм. Вот какой-то очередной. Там дальше эти балконы резные. Вот опять что-то это деревянное. По мне так очень симпатично. Да. Спасибо. Кстати, стоит сказать, что город Хактапур все-таки жилой. Это третий по величине город в долине Катманду. Собственно говоря, удивительно, но вход в него стоит... Вот вам покажу. Вот он билет. Вход в него стоит полторы тысячи. Полторы тысячи рупий. Вот. Удивительно. Рядом. Однако внутри город. Внутри люди живут. Гостиницы, кафе. Вот продается все подряд. Со всех сторон. Вот. Говорят, что на поддержку вот этого вот всего, этой всей красоты. Мы находимся в Хактапуре, площадь Дурбар. То есть это королевская площадь. Это считается главная площадь города. Сюда, в отличие от всех остальных площадей, въезд на любом транспорте запрещен. Слава Богу, что ничего нигде... Так, сейчас я сквозь детей пройду. Сквозь детей даже едет велосипедист. Вот на таком транспорте все-таки можно въехать. А вот это вот стоит, собственно говоря, дворец 55 окон. То есть в 15 веке король построил дворец и разместил на нем 55 окон удивительной резьбы. Как и говорил, все это, все абсолютно вот эти вот достопримечательности крупные входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вход во дворец это золотые ворота. Дитё. Золотые ворота. И вот такой вот, посмотрите, какой красивый дворец. Ну, здесь, собственно, все красивое, я хочу сказать. Вон царь колокол практически. Здесь такая вот вещь. Там еще различные пагоды и храмы. Очень красиво, очень шумно из-за детей. Дети идут в дворец. Местный маршрут мне в Катманду. Я собрал ажиотаж. У меня уже дружат с Китаем. Сказали, что Россия и Китай дружественные страны.